здравствуйте уважаемые гости нашей сегодняшней встречи у нас с вами сегодня очень актуальная тема и вы поймете сейчас почему потому что актуальность вопроса аллергия и аллергических проявлений как кожных так и полинозов то есть когда аллергия поражает слизистые оболочки так и таких проблем как бронхиальная астма это актуальность этих проблем возрастает возрастает и возрастает и мы сегодня с вами поговорим о том что такое аллергия какая она бывает каких типов какие есть методы коррекции этих состояний в официальной медицине в натуропатической медицине и мы поговорим с вами об опыте применения данных препаратов лично в моей врачебной практике я представлюсь для тех кто меня не знает меня зовут елена алексеевна фамилия моя гнетнева информацию обо мне можно найти в интернете я очень давно работаю с натуропатическими препаратами врачебный стаж общий мой 32 года уже в 1987 году я закончила калининский государственный медицинский институт на роще калининский в 2001 году судьба привела меня к натуропатическим препаратам которые я приняла всем сердцем я увидела на них великолепнейшие результаты отсутствия побочных эффектов поэтому я работаю именно с этими препаратами и об аллергии мы будем говорить сегодня потому что естественно это очень важная и очень актуальная проблема давайте посмотрим на статистику вот я вам показываю запросы по слову аллергия буквально год назад чуть больше то есть за месяц было запросов со словом аллергия и естественно сопутствующих запросов то есть как лечиться да вот видите было более 800 тысяч сейчас запросы по аллергия больше 1700 вот это вот где-то полугодичной давности вот видите вот эти данные сейчас я зашла в яндекс вордстат сейчас я вот открою 1797 но миллион семьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят два запроса по слову аллергия на сегодняшний день сегодня у нас 13 мая две тысячи девятнадцатого года то есть вы понимаете да а что у нас было там буквально пару лет назад 800 запросов тысяч 800 тысяч сейчас миллион семьсот тысяч больше потом было вот у нас миллион сто семьдесят три тысячи сейчас уже миллион семьсот девяносто семь там с копейками запросов то есть интерес к проблеме растет в геометрической прогрессии и естественно из этого мы можем делать вывод что проблема аллергия появляется все у большего большего количества людей тоже с геометрической прогрессии и это естественно это касается действительно каждого кстати еще есть и профессиональные аллергические заболевания вообще аллергия практически наверное нет ни одного человека у которого хотя бы крапивница когда-то не было согласно но по статистике это одна из самых распространенных проблем на земле и уже сегодня каждый пятый житель нашей планеты страдает аллергией по прогнозам всемирной организации здравоохранения 21 век станет веком аллергии но я вам статистику привела да было 800 тысяч запросов сейчас миллион семьсот тысяч то есть фактически на миллион буквально за пару лет вырос интелли на миллион человек до вырос интерес к аллергии миллион запросов больше соответственно мы говорим о чем о том что мы можем говорить что количество заболеваемость аллергии до проблемы выросла вдвое люди ищут они смотрят они вот ищут в соцсетях ну вот мы смотрели еще в 2014 году да а сейчас у нас уже 2019 год вы представляете сколько запросов у людей которые идут в интернет и ищут возможность избавиться от такой проблемы как аллергия и задают какие вопросы да у всех весна у меня сезонная аллергия как спастись от полиноза без фильтра для носа я на улицу не выйду то есть сейчас почему мы об этом говорим сейчас весна сейчас зацвели там уже цвела ольха береза и так далее то есть период цветения и он будет продолжаться практически все лето и огромное количество людей не может спокойно жить дышать их сопровождают что тяжелейшие проявления это заложенность носа это першение в горле это слезотечение когда люди вот просыпаются утром и они просто не могут раскрыть глаза потому что у них слепаются веки полностью покрываются корочкой то есть человек практически вслепую идет умываться таких пациентов видела очень много у меня были пациенты у которых был такой зуд гортани когда они засовывали руку в горло в горло и раздирали до крови заднюю стенку глотки такой сильный зуд то есть невозможно было его терпеть и чаще всего эти люди уходят куда они уходят на гормональную терапию а гормональная терапия это очень интересная вещь и мы об этом будем с вами говорить дальше когда мы будем говорить о методах лечения аллергии я коротенько вам покажу проявление аллергии да и давайте мы проговорим что вообще аллергия есть аллергия аллергическая реакция замедленного типа которые относятся основная масса существующих аллергии да то есть это и кожные проявления проявления на слизистых это аллергическая реакция не не замедленного типа то есть как это проявляется это различного рода сыпи это конъюнктивиты когда идет полиноз это проявления различные на кожи ну вот видим да конъюнктивит есть лекарственная аллергия тоже самоотек высыпание и так далее есть лекарственные аллергии профессиональные то есть пожалуйста аллергический контактный дерматит ну вот крапивница тоже яркий такой пример и тоже кстати на лекарственные препараты вот здесь приведено и есть аллергические реакции немедленного типа и вот они страшны причем понимаете у аллергика то есть у человека которого есть проявление аллергической реакции замедленного типа почему замедленного потому что это не не остро развивающиеся и в общем-то как бы не угрожающая жизни пациента состояние но очень сильно отягощающая и уменьшающая комфортность жизни вот то аллергические реакции немедленного типа, такие как анафилактический шок, отек квинки, синдром Лаела, бронхиальная астма в состоянии астматического статуса, это угрожающие жизни проблемы. И я вам хочу сказать, недооценивать это нельзя. Плюс, знаете, что интересно, что бывают ситуации, когда у человека, у которого никогда раньше не отмечалось аллергическое проявление, возникает одна из вот этих вот аллергических реакций немедленного типа. При, допустим, особенно при внутримышечном или при внутривенном введении лекарственных препаратов. Это такие проблемы, как анафилактический шок, отек квинки и так далее. Выглядит это страшно, протекает это очень тяжело и пациент действительно может погибнуть, если ему не будет вовремя оказана медицинская помощь. То есть отек квинт чаще всего это что? Лицо, губы, щеки, веки. Ну, иногда кисти, рук и стопы, но чаще всего это губы. И плюс это отек подскладочного пространства, под голосовыми связками. Там рыхлые, межклеточные пространства. И это невозможность полноценно нормально дыхать. То есть перекрывается отечной тканью дыхательные пути. И человек просто-напросто может задохнуться, то есть он может погибнуть от асфиксии. Это вы тоже должны знать и понимать. Кстати, в моей жизни был случай, пациентка приехала, рассказала мне, она поехала на свадьбу, причем дама такая, она статусная, вот, работала на налоговом управлении, одним из начальников. Я не знаю, почему они решили пригласить визажиста из одной, ну, короче говоря, они пригласили визажиста из сетевой компании, которая работает с косметикой. Я не буду называть эту компанию, но я сразу скажу, это не Эван и не Рефлейм был, поскольку они там статусные, они пригласили из компании покруче, как говорится. И девочка им делала макияж перед свадьбой. И у этой женщины в момент нанесения макияжа развился ураганно отек квинки. То есть вызвали скорую и еле довезли до больницы. То есть свадьба была испорчена. У девочки были очень крупные неприятности. То есть иногда даже декоративная косметика может дать вот такие вот аллергические проявления. Очень тяжелый процесс, синдром Лаела или же токсический эпидермолиз или эпидермальный некролиз. То есть когда аллергическим процессом поражается полностью кожа всего тела и это немного напоминает ожог. Короче говоря, происходит некроз верхних слоев кожи. То есть практически человек остается без кожи. Это тяжелейшее заболевание. 70-80% пациентов при данной проблеме погибают, к сожалению. И бронхиальная астма, приступы удушья. То же самое. То есть если не оказать своевременную помощь, то человек может погибнуть от удушья. Особенно тяжело протекает конечно астматический статус. Что такое астматический статус? Это затянувшийся астматический приступ, который длится много часов, иногда несколько суток. То есть здесь тоже нужно вмешательство и нужна помощь. Ну и по поводу механизмов развития на клеточном уровне. На самом деле есть вещества и есть так называемые аллергены, на которые реагирует наш организм, в том числе это наши иммунные клетки. Это и макрофаги, это лимфоциты. Здесь в общем-то это все красиво нарисовано. Я вам хочу сказать, есть такой кстати метод диагностики, называется он прайм-тест. Это очень дорогостоящий метод, но он там разносится тоже по палетке кровь пациента, то есть делается забор крови и по палете разносится по аллергенам значит там 150 маркерок разносится кровь и под микроскопом смотрим смотрит специалист как реагируют белые клетки крови, то есть это лимфоциты это макрофаги это плазматические клетки как они реагируют на данный аллерген и если клетки белой крови разрушаются значит что это вещество оно вызывает аллергию то есть это вот тест безболезненный в том числе на аллергию и это вещество да или там еду или любое вещество нужно удалить от больного но мы с вами понимаем что кстати вот макрофаги т-хелперы б-лимфоциты плазматические клетки тучные клетки это все клетки белой крови и именно они участвуют в процессах возникновения аллергии они начинают связывать аллергены но в конце концов не справляются с этим процессом и клетка начинает выбрасывать активные действующие вещества такие как простагландины это активные вещества воспаления серотонин гистамин обладает очень раздражающим действием вызывает очень сильный зуд отечность и начинает проявляться аллергия так вот да мы конечно можем убрать там из еды все аллергены мы можем конечно убрать там стиральные порошки которые вызывают аллергию мы можем поддерживать стерильную чистоту в доме но мы еще контактируем со внешним миром это первое а второе если есть аллергия допустим на какой-то вид пищи то может возникнуть аллергия вот мы уберем этот вид пищи а аллергия может возникнуть на следующий какой-то вид еды поэтому мы же не можем отказаться вообще от жизни и от еды надо значит решать как-то по-другому этот вопрос согласны со мной тем более что перечень факторов которые вызывают аллергию он постоянно увеличивается 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 и кстати некоторые считают что только там еда пища какие-то химические вещества моющие средства могут вызывать аллергию отнюдь проявлению аллергии может способствовать проживание в экологически неблагоприятных условиях в местах где есть ионизирующие излучения то есть там где есть рядом атомные электростанции допустим полигоны какие-то там где есть запуск ракет там где есть электромагнитное излучение люди некоторые живут совсем рядом с подстанциями электрическими и так далее то есть это тоже очень сильно влияет на иммунокомпетентные клетки нашего организма стресс как запусковой механизм практически любой проблемы наследственность тоже наследуется обмен веществ определенные иммунные факторы и это тоже может служить проявлением аллергии естественно антибиотикотерапия противовирусные препараты они благоприятны экологической обстановке мы говорили глистные инвазии я вам сразу скажу самый распространенный паразит в нашем регионе это аскорида и аскорида то есть это тоже заказано заказано паразитологами аскорида это самый аллергизирующий паразит для человека то есть продукты обмена аскорида то есть она кушает да и она выделяет продукты жизнедеятельности куда туда где живет а живет она не только в кишечнике об этом мы тоже будем говорить дальше вот и естественно эти продукты жизнедеятельности этого червя который достаточно крупный они очень токсичны кстати я все время находила статью в интернете кандидат наук педиатр его статья была посвящена именно аллергическим проявлениям у детей и он в ней говорил что практически 100% аллергических проблем у детей связано с аскоридозом то есть он очень большую роль возникновению аллергии отводил именно аскоридозу хотя есть и другие глистные инвазии часто они бывают сочетанными поэтому об этом тоже нужно говорить и нужно знать да если у вас в доме есть плесень то есть чернеют углы в ванной нужно убирать немедленно нужно решать этот вопрос потому что плесень особенно черная это не только провоцирующие аллергию агент но это еще и провоцирующие онкологические заболевания агент бытовые химии мы знаем но очень часто еще деткам покупают игрушки в магазинах не спрашивая сертификат безопасности и естественно а ребенок тащит это все в рот а потом мы говорим откуда аллергия пыль понятно у многих аллергические проявления на пыль особенно связанные с дыхательными путями бронфиальная астма почтовых марок сейчас практически уже нет а вот любимые всеми жевательные резинки это один из мощнейших аллергенов также как газированные напитки пепси кола кока кола и так далее еще и плюс зубы страдают и страдают очень сильно и все фастфуды то есть это все надо исключить из своего рациона далее о чем я хотела поговорить с вами ну немножечко картинах да то есть облучение клетки в том числе ионизирующая в том числе электромагнитная вызывает мутацию ДНК и изменяет когда меняется ДНК меняются все обменные процессы в организме человека и соответственно сами понимаете что возникает естественно проблема уже на уровне обменных процессов ее очень сложно исправить и повернуть вспять и в том числе это и состояние иммунной системы вследствие мутации ДНК она тоже меняется то есть об облучении излучения нужно знать помнить с этим тоже бороться теперь несколько слов об алкоголе понимаете потому что у нас считается что алкоголь вообще там некоторые считают что это чуть ли не панацея на самом деле алкоголь усиливает аллергические реакции за счет чего за счет того что расширяет сосуды и усиливает проницаемость сосудов и следовательно усиливает отек поэтому лечить алкоголем аллергию я не рекомендую абсолютно вот таким вот образом теперь друзья мои да кстати я знаю просто людей у которых аллергия на алкоголь есть и такое особенно там на различного рода вина особенно на винах в которых там есть красители просто-напросто то есть когда там не вино на самом деле а просто в спирт добавили там ароматизатор краситель и предлагается это как вино причем дорогостоящее поэтому с алкоголем нужно скажем так раздруживать тем людям у которых есть аллергия опять же хотела немножко остановиться на лекарственной аллергии посмотрите анестетики антибиотики это более это более 60% всех видов лекарственных аллергий нестероидные противовоспалительные средства что это такое знаете аналгин аспирин парацетамол и бупрофен немегезит немисулит и прочее прочее все что относится к болеутоляющим препаратам это нестероидные противовоспалительные средства астероидные противовоспалительные средства это гормоны так вот нестероидные противовоспалительные средства это еще добрый пласт лекарственных аллергий ну и все остальные лекарственные вещества или их сочетание это всего 28% от общего количества аллергических проявлений ну и вакцинная болезнь да сейчас я знаю очень сильно ратуют за то, что надо делать прививки. Вы знаете, я за прививки. Но я против некачественного вакцинного материала. Просроченного вакцинного материала. Потому что мы видим такие страшные осложнения прививок. А вот я не знаю, Михаил у нас присутствует. Михаил Клепец. Михаил, вы у нас сегодня на встрече. Просто Михаил знает, какое количество страшных энцефалопатий. Когда дети становятся умственно неполноценными, развивается после вакцинации детей. Кроме того, что аллергия, ладно. То есть с аллергией еще можно справиться. А когда идет поражение головного мозга, когда ребенок становится практически неполноценным, это страшно. Понимаете? То есть вот вам, пожалуйста, то есть Всемирная Организация Здравоохранения, она такой термин создала вакцинная болезнь. И причины, то, о чем я как раз говорю, нарушение хранения, транспортировки, есть противопоказания, но колят все равно, потому что надо выполнить план превышения дозы. И, пожалуйста, аллергия, аутоиммунные расстройства, иммунодефицитные состояния и прочее, прочее, и неврологическое, и психогенное действие вакцин. Это все входит в термин вакцинная болезнь. То есть мы должны это знать и помнить. Ну и теперь давайте говорить о чем? О том, что. Что такое органы фильтра? То есть об этом никогда не говорит ни дерматолог обычно, ни аллерголог, ни одному пациенту. они не говорят о том, что, почему имеют место быть такие проявления на коже, на слизистых оболочках. А я вам объясню. Кстати, у меня есть очень хорошая лекция, она у нас на канале на Ютубе, в разделе лекции специалистов, там, где я говорю о пластырях на стопах и об лимфодренаже и ощущении лимфы. Так вот, когда в организме возникает критическое количество различного рода токсинов, с которыми уже не могут справиться основные органы фильтры, а основные органы фильтры – это что? Это печень, кишечник, печень, почки. Так вот, когда основные органы фильтры не могут справиться с количеством токсинов, которые в организме, в процессе жизнедеятельности макроорганизма, нашего организма образовались, в процессе жизнедеятельности наших паразитов, которые живут в человеке, потому что на самом деле мы заражаемся паразитами каждый день, каждый день, а наши дети, они вообще все в группе риска, потому что они посещают детские учреждения, и там где-то руки не помыли, где-то друг у друга игрушку взяли в рот, потащили, дети постарше там взяли, попили из общей бутылки, и так далее, то есть масса, масса факторов, которые способствуют заражению человека паразитами. Там заплатил ребенок ваш за пирожок и тут же взял его руками и скушал, все, я вас поздравляю, он получил миллионы яиц глистов, это если мы говорим о школе, там ребенок получил еду, он взялся руками за хлеб, еще за что-то, все, готовое дело. Так вот, вот эти экзогенные факторы, которые вызывают интоксикацию нашего организма, попадают в организм, а там уже что-то было, допустим, даже, да, дисбактериоз, паразиты и прочее, прочее, прочее. То есть это уже ослабленный иммунный статус и измененный иммунный статус. И вот, когда уже печень, кишечник, почки не справляются с выведением вот этих экзогенных токсичных факторов, да и эндогенных, тогда включаются дополнительные органы, фильтры. Это кожа, слизистые оболочки, это поверхность дыхательных путей, это тоже слизистые оболочки. То есть аллергические проявления, это кожные, это вывод токсинов через кожу, глаза, нос, то же самое, через слизистые оболочки. То есть там, где слабое место, там начинает страдать организм и давать оттуда выведение токсинов. Поэтому нужно заниматься этим и убирать всё это. И, кстати, да, когда мы работаем с антипаразитарными препаратами, нужно понимать, что паразиты, почему мы сочетаем всегда антипаразитарные препараты с энтеросорбентами, и, опять же, это знают все. И, кстати, очень хорошо знают ветеринары, что животным каждые три месяца, как минимум, нужно давать антипаразитарные средства. Но, как только вы дали антипаразитарные средства, через 2-3 часа вы должны дать животному энтеросорбент. Почему об этом не говорят людям, человеческие врачи, скажите мне, пожалуйста. Вот врачи для животных, они это знают и всем говорят. Почему? Потому что паразиты начинают погибать и начинает идти очень интенсивный выброс продуктов жизнедеятельности и токсинов. Они пытаются вас остановить. У них есть коллективный разум. Люди, которые глубоко занимаются паразитологией, они это знают. То есть паразиты пытаются вас остановить, когда вы пытаетесь их уничтожить. Понимаете? То есть, вот, пожалуйста, выброс токсинов, да, если мы не применяем сорбенты, да, и продукты очищения организма и выведения, то что может быть обострение? Об этом мы еще с вами будем говорить. То есть нужно делать все правильно. Точно так же, как говорят, дискинезия желчных путей. Ой, у меня там вот застой желчи, у меня там камни. Почему? Да потому что есть лямбли и есть аписторхи. Или кошачьи двуустки. У кого есть кошки, которым никто не дает антипаразитарные препараты? До таких людей огромное количество. И, ой, любимый котик пришел, лег вам на грудь, у вас поспал на груди, потерся об вас мордочка, об подбородок, о щеке. Ой, какой ласковый котик. Я вас поздравляю, кошачья двуустка, если ваш кот никогда в жизни не получал антипаразитарных препаратов. А кошачья двуустка, с ней очень сложно вообще бороться. Плюс вы можете еще получить при употреблении малообработанной рыбы. Ну и сами понимаете, это поражение печени. То есть это именно влияние на работу печени. И, естественно, это орган-фильтр. И, естественно, леческие проявления, они могут быть связаны именно с этим. То есть вот вам, пожалуйста, давайте теперь поговорим, какие есть способы выявления аллергии. Ну, я вам сразу скажу, что наша медицина, конечно, она очень гуманная. Посмотрим на левый снимок. Вот бедный ребенок, которому делали кожные пробы. То есть, представляете, делают небольшую насечку на коже с корификатором и капают туда аллерген. Вы представляете, как себя чувствует этот ребенок, да, у которого мало того, чтобы, ну, как сказать, нанесли повреждения кожи, это болезненный процесс, еще и накапали туда различного рода аллергенов, и у него вот этот зуд и прочее-прочее. Гуманно, да, очень гуманно. Вот. То есть так идет, это путь официальной медицины. Есть еще вегеторезонансное тестирование. Это очень интересный способ определения, в том числе, аллергенов. Вот, на достойных дорогостоящих аппаратах это можно определить. Есть прайм-тест, о котором я говорила. Кстати, я знаю специалиста, который работает с прайм-тестом. Кому будет интересно, пожалуйста, обратитесь к нашим партнерам. Мы скажем, куда, кому подойти. В Москве это есть, по крайней мере, это не дешевое удовольствие, но он есть. Там действительно реально очень точное выявление именно аллергенов. Но это кому хочется удостовериться. На самом деле я вам хочу сказать, что вегеторезонансное тестирование, оно абсолютно безопасное, безболезненное, без контакта со средами организма, с кровью. И точно так же дает понимание о том, какая есть аллергия. И плюс, что является причиной аллергии, что самое главное. То есть вегеторезонансное тестирование выявляет что еще? Паразитарная отягощенность, токсическую отягощенность и прочее, прочее, прочее. То есть лучше сделать, конечно, так, чем мучить ребенка или себя теми же самыми кожными пробами. Потому что ну и что, ну что они вам дадут? Ну да, ну есть. Ну вы и так знаете, что она есть. Да, это делается для того, чтобы удалить из рациона питания аллергены. А если аллергия практически на все тогда, что делает человеку умирать? Не есть, сидеть на таблетках и гормонах всю жизнь? Но есть же другой путь, о нем мы будем с вами говорить. Вот. То есть что я еще вам хотела сказать, друзья мои? Кстати, как определить, попали вы к хорошему специалисту или нет? Понимаете, вот я сразу вам хочу сказать. Хороший врач, не только аллерголог и дерматолог. Хороший врач начинает разбираться в вашей, скажем так, истории жизни, истории болезни. То есть чем болели, что происходило, да? Что с желудком, что с кишечником. Он вас направит на обследование. Посмотреть функции печени. УЗИ сделать. Посмотреть, что у вас с желудочно, да, с желчеводящими путями. Он может вас направить и на Копрограмму. И на многие-многие другие обследования. Понимаете? А обычно как происходит? Вы пришли к врачу. А, аллергия, он на вас только глянул, так вот издали. Ну а тебе лоратодин там или какой-то еще другой препарат лекарственный. Иди. А, тяжелая аллергия совсем? Ну ладно, дипроспан уколем, тебе сразу будет хорошо. Будет. На какое-то время. Но эффект противоаллергический дипроспана, с каждой инъекцией все сокращается, друзья мои. Ну и как тогда? Что делать будем? Ну и давайте будем разбираться дальше. Какие способы есть у официальной медицины для лечения аллергии? И заодно посмотрим там по ценам и так далее. То есть что есть у официальной медицины? Таблетированные капсульные препараты, которые принимают внутрь, или же, как говорится, пер-ос. Внутривенные, внутримышечные препараты различного рода. Наружные препараты. То есть это мази, это спреи, это капли в нос, это глазные капли и так далее. Есть асид терапия, или же аллергенспецифическая иммунотерапия. Тоже такая штука, я вам скажу, интересная. Я о ней чуть позже буду говорить. Есть нетрадиционные, скажем так, неофициальные методы, не относящиеся по большому счету. Хотя сейчас официальная медицина иглорефлексотерапию, слава богу, признает. И точечный массаж тоже признает. И иглорефлексотерапия, точечный массаж, они тоже дают какой-то эффект. Но я вам сразу скажу, в сочетании с правильной натуропатической терапией. Почему я отношусь к лекарственным препаратам? Очень и очень осторожно, потому что масса побочных эффектов. И мы об этом сейчас с вами поговорим. Смотрите, какие? Ну вот ты видел, да? Ну старый добрый препарат, про димедрол и диазолин я вообще не говорю. То есть это препараты, которые не оправдали себя, потому что у них и эффективность достаточно низкая, и побочные эффекты высоки. Ну ты видел, пожалуйста, 20-40% эффективности всего лишь. А побочные действия, посмотрите, по нервной системе. Машину, кстати, тем, кто пьет, то видел, водить нельзя. Сразу для водителей. А сейчас машину водят очень многие. Дальше. Сердечно-сосудистая система. Это изменение функций сердца. Сердцебиение, снижение АД, перебои в работе сердца. Со стороны респираторной системы. То есть это что? Нос, глотка, дыхательные пути. Мы применяем-то видил как противоаллергический препарат, а он может дать сгущение бронхиального секрета и усугубить проблему бронхиальной астмы. Органы желудочно-тишечного тракта. Диспепсия, то есть нарушение пищеварения, аппетита и так далее. Сухость во рту. Тошнота, боль в эпигастре и так далее и тому подобное. И, о боже, аллергические реакции. Хотя пишут в аннотации, очень редко крапивница, кожная сыпь, фотосенсибилизация. При внутривенном введении в отдельных случаях анофилактический шок. Друзья мои, а зачем тогда принимать лекарственный противоаллергический препарат, который сам может вызвать аллергическую реакцию? Вопрос. То есть, что мы делаем лекарственными препаратами? По большому счету мы убираем симптомы. Но мы не убираем причину. А бороться-то надо с причиной. Ну, возьмем цитрин. То же самое, эффективность невысокая, 25-45%, но очень высокие побочные эффекты. Какие? А по всем органам и системам. Может быть сильная тахикардия, повышение артериального давления, боли в мышцах, аллергические, опять, аллергические реакции. То есть, понимаете, противоаллергические препараты могут дать аллергическую реакцию. А также, посмотрите, масса проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, масса проблем со стороны центральной нервной системы. Я не буду все перечислять, потому что это будет долго, но вы можете взять аннотацию к любому противоаллергическому препарату, и вы все это почитаете. Сколько побочных действий. И плюс аллергические реакции. Дальше. Зиртек. Ну, 30-50% эффективность. Опять масса побочных действий. Опять смотрим. Я это не из головы взяла. Я вот просто захожу в интернет, набираю. Зиртек, допустим, инструкция. Открывается инструкция. И мы видим, вот работает он так-то, так-то. Вот столько-то побочных эффектов. Ну и как? Кстати, пожалуйста, вот статья. То есть, я подписана на много врачебных форумов. Почему? Потому что меня интересует все новое. Да, и вообще любые статьи, которые касаются здоровья человека, бывают очень интересные вещи. Ну вот смотрите. Седация как побочный эффект антигистаминных препаратов. То есть, что пишет коллега? Вот это педиатр. Она пишет о детках. Что дают противоаллергические препараты? Седативный эффект. То есть эффект такой, типа успокаивающий. Тормозящий эффект. И это проявляется в виде, вот смотрим, сонливости и нарушения психомоторной активности. Если взрослый пациент может почувствовать влияние препарата на быстроту реакции и общее физическое состояние, то дети и подростки часто не могут понять, почему учеба и игра даются им сложнее, чем сверстникам. Поэтому седация как подвочный эффект способна незаметно, но существенно снизить качество жизни пациента с аллергией. Это с коренекрана я сделала. Есть такой ресурс, называется он «Доктор на работе». Это медицинский ресурс. Я на него подписана, и там бывает очень много очень интересных статей. Дальше смотрим. Гормональные препараты. Ведь вот есть люди любят. Да я, говорит, дипроспан уколю, и все будет хорошо. Будет? Конечно будет, потому что сильнее гормонов нет вообще средства, которое влияет на организм человека. Тот же преднизолон, дипроспан и так далее. Но давайте посмотрим. Да, эффективность очень высока. До 100%, 90-95%. Но посмотрим побочные эффекты. А дипроспан, опять же, да, вы его уколите. И вам, допустим, вот в этом году практически на весь сезон аллергии хватит его эффекта. А в следующем году вы его уколите. А вам хватит на месяц, на две недели. И вам придется садиться на дипроспан и колоть больше, больше и больше. А теперь давайте посмотрим на побочные эффекты того же самого дипроспана. Потому что сейчас его любят, да, и дипроспан направо и налево вообще применяют. Со стороны центральной нервной системы чаще всего головокружение, головная боль, судороги, бессонница, повышение внутричерепного давления, повреждение зрительного нерва, нарушение психоэмоционального статуса, то есть резкие скачки настроения. Если вводится дипроспан где-то в области головы и шеи, это повышение внутриглазного давления и формирование катаракты. Из-за этого может наступить даже внезапная потеря зрения. А также, ну все знают, и спреи гормональные, да, и прием гормонов, особенно длительный регулярный, это риск, в первую очередь, развития молочницы. На слизистых, если это в области глаз, то это конъюнктива, а у нас назначают капли гормональные в глаза, а там может быть все что угодно, вирусная инфекция, грибковая, бактериальная инфекция глаз. То есть вот вам, пожалуйста, гормоны. Но это еще не все. Со стороны сердечно-сосудистой системы, вплоть до тромбозов и повышения артериального давления. Кстати, если в этот период применения дипроспана у человека возник инфаркт, то у него медленнее формируется рубец. А что такое размягченный рубец в сердечной мышце после инфаркта миокарда? Это разрыв миокарда, или, как говорят, разрыв сердца, тампонада сердца и неминуемая гибель пациента. Да, дипроспан задерживает воду, и натрий выводит калий и кальций, а это, естественно, нарушает электролитный баланс, нарушает деятельность сердечной мышцы. Вот вам, пожалуйста. По поводу обмена веществ. Это, кстати, все написано в инструкции по дипроспану. Но человек же хочет получить мгновенный эффект, он бежит и колет этот дипроспан, не задумываясь о том, во что это может вылиться. А меняются все виды обмена веществ. Белковый, углеводный, кстати, гормоны повышают, да, то есть глюкокортикоиды, дипроспан – это стероидный гормон глюкокортикоидов, он повышает уровень сахара. То есть пациентам с сахарным диабетом к гормонам нужно относиться очень и очень настороженно. Что может быть вследствие инъекции дипроспана? Синдром эценко-кушинга. Ну, не медики не знают, что это такое, я вам скажу. Это отложение жировой ткани преимущественно в области верхней половины туловища, рук и лица. То есть такое лунообразное лицо, впечатление такое, что раздутые плечи, грудная клетка – это синдром эценко-кушинга. Сахарный диабет. Дипроспан может спровоцировать возникновение сахарного диабета или же обострить его течение. Ну и плюс, типа по мелочи, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение функции гормональной у мужчин. То есть вот дипроспан – такой очень интересный препарат. И, внимание, все кортикостероидные гормоны, все кортикостероидные гормоны, они являются, скажем так, антагонистами усвоения кальция. Они вымывают кальций из костей. Люди, которые длительно принимают гормоны, они это знают. Кстати, вот там астматики, те, у которых там системные заболевания соединительной ткани и так далее, они все вот часто говорят, я часто ломаюсь. Что такое я часто ломаюсь? То есть частые патологические переломы. Почему? Потому что очень быстро развивается остеопороз. Ну и плюс масса других проблем. Остеохондроз – то же самое. Ведь позвоночник – это что? Это тоже сустав, только это сложный сустав. И точно так же в телах позвонков развивается остеопороз. И, естественно, течение остеохондроза, оно усугубляется, оно становится более тяжелым, и пациенты, естественно, от этого страдают. Вот вам пожаловать. Кстати, у меня была ситуация в моей жизни, когда коллега мой, у меня был плечо-лопаточный периартрит. Совершенно случайно, то есть скользкая зима, резкий взмах рукой, в руке была такая достаточно тяжелая сумочка. То есть вот, знаете, как неправильно движение пошло в плечевом составе. Боли были очень сильные, и я не могла поднять руку выше уровня плеча. Это было давно. Я еще не работала даже за натуропатической медициной. Но я прекрасно понимала, что такое гормональная терапия. Я пришла к коллегам, ортопедам, травматологам. Они говорят, да что ты давай, сейчас тебе гидрокортизончику, сейчас сустав впаяем, и все будет хорошо. Ну, они так разговаривают, знаете, интересно. Ну, хирурги у них, у них все просто, и разговоры простые. Я говорю, нет, коллеги, вы мне, конечно, извините, я гормоны не буду сколоть в суставы. Да ты чего? Да у тебя это никогда не пройдет. Да это вот останется, да это хронь. А гормон снимет. Я говорю, а дальше что? А потом что? Если мы начинаем сразу с самых сильных лекарственных препаратов, которые существуют вот в плане воспалительных процессов. А дальше что? Чем потом лечиться, если вдруг, не дай бог, возникнет? То есть я категорически отказалась, я решила эти вопросы, опять же, с помощью там физиотерапевтических моментов на ту пору. И все, я никаких гормонов в сустав не колола. Божий избавь называется. Ведь это же тоже, опять же, это же одно лечим, другое калечим. Гормоны назначили, идет остеопороз. Все размывание костной ткани. Вымывается кальций из организма. А что такое? Вот смотрите тоже, порочный замкнутый круг. То есть у нас кальций обладает выраженным противоаллергическим действием. Это вы, наверное, знаете. Ну, хлорид кальция в свое время, калорий внутривенно, аллергикам. И получали, кстати, достаточно хороший эффект. Только обращаться с ним надо осторожно, чтобы не попал в подкожную, иначе будет некрососептический. Так вот, все гормоны вымывают кальций из организма. То есть из костей, из организма. То есть они способствуют резорбции костной ткани. А костная ткань – это у нас единственное депо кальция. Кальций – противоаллергический элемент. Мало кальция – проявление аллергии расцветает все сильнее и сильнее. Вот я вам сейчас говорю такие вещи, о которых вам никто никогда на приеме в медицинских учреждениях официальных не скажет. То есть смотрите, гормоны ввели типа, мы снижаем аллергические проявления. Но одномоментно мы вымываем кальций из организма, тот самый кальций, который обладает противоаллергическим действием. И порочный замкнутый круг. Только заканчивается действие дипроспана, противоаллергическое, сразу пышным цветом. Там, во-первых, синдром отмены есть у всех гормонов, и он очень резко выраженный. Когда отменяешь резко гормональную терапию, то есть это ни в коем случае делать нельзя, у человека возникает резчайшее обострение. И он снова идет к врачу и снова садится на гормоны, подсаживается. То есть мы здесь запускаем, что мы обедняем организм и тем самым усугубляем течение аллергического процесса. Вот что такое гормональная терапия. Ну и наружные препараты, которые используют аллергики. Пожалуйста, опять же, Нозанекс. Давайте почитаем. Ой, препарат гормональный в нос тоже. Ой, у кого аллергия надо. Читаем. Осложнение. Сухость и раздражение слизистых. Носовые кровотечения. Заложенность носа. Внимание, перфорация носовой перегородки. То есть дырка в носовой перегородке может возникнуть при употреблении Нозанекса. И, внимание, аллергические реакции. Ну, что еще местное? Ну, кстати, не только Нозанекс. Масса сейчас есть гормональных препаратов. Это я один из взяла. Вы можете просто открывать аннотацию и читать. Там, где говорится, что это глюкокортикоидный препарат. Кортикостероидный. Один из компонентов. Значит, имейте в виду, что вот такие побочные действия могут вас неожиданно поджидать. Есть комбинированные местные препараты. Тридерм. И, казалось бы, да, ой, да это ж вот наружное-то там нет системного действия. Системное действие есть всегда, если есть большая площадь нанесения. Наша кожа – дышащий и впитывающий орган. Если мы говорим о том, что нет системного действия, друзья мои, при нанесении на кожу, то давайте вспомним, как в средние века убивали королей и королев перчаточками отравленными. И яд проникал в организм и убивал человека. Точно так же все компоненты всех мазей проникают в кровеносное русло и проникают в организм. И оказывают системное действие. Все зависит просто от зоны нанесения, от объема нанесения. И побочных эффектов, пожалуйста, огромное количество. То есть в состав тридерма входит бетаметазон, и он может вызывать и местные раздражения, и сухость кожи, и гипертрихоз, то есть это волосы растут больше, чем нужно, и угревидные высыпания, и гипопигментацию по типу витилига. Переоральный дерматит – это вокруг губ, вокруг рта, пожалуйста. Мокнутие кожи, вторичная инфекция и так далее, и тому подобное. Клотримозол тоже может давать побочные эффекты, видим. Ну и гентомицин – это антибиотик. Он тоже может давать побочные эффекты и аллергические проявления. Ну вот еще один комбинированный препарат – дипросалик. Пожалуйста, точно так же могут… Вот, пожалуйста, при местном применении этого препарата в течение длительного периода или в повышенных дозах, или, внимание, когда обширная зона поражения приходится наносить на большую поверхность кожи, могут развиться побочные эффекты, характерные для системных глюкокортикоидов, в том числе подавление функции гипоталама, гипофизарно-надпочечниковой системы. То есть это наш, есть центр управления всей гормональной системой. Развитие симптома Кушан, синдрома Айценко-Кушан, задержка роста. Посмотрите, что происходит. И тем не менее человек бежит в аптеку и покупает, и покупает, и покупает эти препараты. Ну и давайте посмотрим же, друзья мои, что такое натуральные препараты и принципы их действия, чем они отличаются от фармтерапии. Я вот тут сделала вот такую табличку. Просто сравнение побочных эффектов при лечении аллергии. Смотрите, побочные эффекты. При лечении фарм препаратами, то есть вот лекарственными препаратами, о которых мы с вами говорили, сонливость часто, интоксикация часто, тошнота часто, бессонница часто, головные боли часто, боли в желудке часто. Кстати, все глюкокортикоидные препараты, кортикостероиды, гормоны, они все способны еще вызывать язвенную болезнь желудка. И язвенное кровотечение, да. Дальше. Иногда нарушение кроветворения, в том числе анемия, то есть что это снижение гемоглобина и количество эритроцитов. Но зато да, зато быстро. Вот единственный плюс быстро, скорость наступления эффекта. Если мы говорим о натуропатических препаратах, то все эти побочные эффекты, которые имеют место быть у лекарственных препаратов, они отсутствуют. Единственный, ну, скажем так, так называемый минус – это медленная скорость наступления эффекта. Почему? Потому что натуропатические препараты, они натурального происхождения. В основном это экстракты или вытяжки из трав, плодов ягод. И, естественно, натуральные растительные препараты действуют всегда медленно. Мы это знаем. То есть я вам сравнение дала, вы поняли. По поводу бронфиальной астмы. То есть есть порочный гормональный круг. То, о чём мы говорили. Гормоны вызывают выведение кальция, кальция мало, возникают аллергические реакции и так далее. Почему это происходит, собственно говоря? И вообще, какова основная причина бронфиальной астмы? Я вам говорила, да, мы поговорим об аскориде, о том, что она живёт не только в кишечнике. Цикл жизненной аскориды – это миграция по организму человека. Из кишечника в венозную кровь, потом в печень, в сердце, лёгкие бронхи, трахея, глотка и опять кишечник. То есть часть своей жизни аскорида живёт в дыхательных путях человека, в бронхах и трахеях. Она выделяет туда продукты своей жизнедеятельности, которые очень токсичны. Помните, о чём я говорила, да? Плюс, вы же понимаете, да, эта личинка, она довольно большого размера. Она передвигается в дыхательных путях, раздражает слизистые оболочки и вызывает рефлекторный кашель и отделение слизи. Почему? Наш организм всегда стремится избавиться от того, что нарушает его нормальную жизнедеятельность. Вот аскорида, пребывая в дыхательных путях человека, она нарушает его жизнедеятельность. Она сама занимает просвет бронха, она, ну, извините, писает и какает туда. То есть она выделяет продукты жизнедеятельности. Они очень токсичны и вызывают воспалительный процесс в слизистых оболочках, в эпителии дыхательных путей. Плюс она передвигается там, тем самым раздражая дыхательные пути. Как пытается организм от этого избавиться? Правильно, выделением слизи и кашлем. То есть чтобы удалить вот этот вот раздражающий агент из дыхательных путей. Выделение слизи плюс отек на токсический агент. Вот вам, пожалуйста, бронхиальная астма. А у нас доктора лечат. Никто даже не задумался о том, что надо всегда смотреть на паразитарные инвазии. То есть что мы должны делать при бронхиальной астме? Восстановить иммунный статус организма. Восполнить, и вообще при любой аллергии, восполнить дефицит веществ, которые восстанавливают слизистые оболочки дыхательных путей. Если мы говорим о кожной аллергии и прочих видах аллергии, это кожа. Почему? Потому что микроэлементы, витамины, они очень важны для состояния кожи. И, естественно, мы должны бороться с вот такими вот факторами, которые являются причиной возникновения заболеваний. Естественно, друзья, естественно, что нужна и влажная уборка. Нужно убирать и плесень из дома и так далее. Да, это все нужно делать. Но нужно заняться еще чем? Восстановить наши органы-фильтры, восстановить наш иммунный статус. И я с 2001 года работаю с натуропатическими препаратами. И с 2011 года я лично подбираю в линейку нашей продукции препараты, которые обладают высокой эффективностью и безопасностью. И вот эти комплексы все, которыми я работаю с аллергиками, они показали свою эффективность в течение уже практически 10 лет. Если мы говорим о тех препаратах, которые я лично подбирала, есть препараты, которые созданы по моему заказу и, собственно говоря, при непосредственном участии и создании рецептуры с моей стороны, со стороны моих коллег-консультантов, со стороны технологов, которые разбираются в фитотерапии и в комбинации фитокомпонентов. И самое главное, друзья мои, это защита качества, это сертификаты и это торговая марка, которая принадлежит лично вашей покорной службе. Вот этот знак, видите, да, это торговая марка, которая зарегистрирована мною лично, и все препараты, которые я подбираю для коррекции состояния здоровья моих пациентов, они все отмечены этой торговой маркой. Это гарантия качества и эффективности данного продукта. Ну и теперь коротко, как мы говорили, да, что нужно сделать? Детоксицировать организм, то есть обязательно нужен энтеросорбент. Это альгинат кальция, о нем тоже есть подробные лекции, я говорить не буду, но это производные альгиновой кислоты. Альгиновая кислота – мощнейший сорбент. На одну молекулу альгиновой кислоты она притягивает к себе 300 молекул воды. Представляете, какая сорбционная функция и возможность. Причем это абсолютно бесцветная капсула и абсолютно безвкусный препарат. Понимаете, что самое главное, его можно давать деткам, капсулку можно открывать, разводить с небольшим количеством воды. Он не горький, то есть его можно спокойно детям давать. В детской, естественно, дозировке. Антипаразитарные препараты, с которыми мы работаем. Антигельминт Беркова зарекомендовал себя многие-многие годы. Чем он хорош? Эффективен, и он тоже не имеет практически вкуса и запаха. Его тоже очень хорошо можно давать деткам. Очень мощный, очень достойный препарат, обладающий и противогельминтным, и противогрибковым эффектом. Дальше. Антипаразит Экстра. Это препарат, который создан по моему заказу, с моим непосредственным участием. Великолепный антипаразитарный комплекс, который также обладает и противогельминтным, и противогрибковым действием. То, что нам, собственно говоря, и нужно. И если мы говорим о категории очищения, это, конечно, лимфодренаж. Это очищение лимфы, это очищение межклеточных пространств. Это пластырь на стопы. Наш замечательный, любимый пластырь на стопы. Далее. Мы должны защитить и восстановить органы фильтров. То есть что? Печень. Гепа-панкреовид. На основе кедровой живицы. И реликтового растения, он гернии викторис. Шикарный, просто шикарный продукт. Опять же, есть лекции, можно подробно посмотреть, разобраться. У нас на сайте есть описание, конечно же. Так вот, гепа-панкреовид – это у нас что? Поддержка и защита, очищение, восстановление функций печени и поджелудочной железы. Иммуномодулятор. Кардицепс. Вот чем он хорош? Помните, мы когда говорили о гормонах, кортикостероидных гормонах, о синтетических кортикостероидных гормонах, о том, что они обладают высокой противоаллергической активностью. Но ведь наши с вами надпочечники вырабатывают наши собственные кортикостероидные гормоны, которые обладают точно такой же активностью, но они наши собственные. И они точно так же обладают антиаллергическим действием. Так вот, кардицепс, как иммуномодулятор, он регулирует выработку наших собственных безопасных кортикостероидных гормонов нашими надпочечниками. У него еще масса полезных свойств, но вот здесь, в ракурсе аллергии, мы говорим в первую очередь именно об этом. И, конечно же, кальция, о котором мы с вами говорили. Витокальций плюс – замечательный препарат, который очень любят наши пациенты, и маленькие в том числе. Замечательные эффекты мы получаем в разных сферах применения его, и он обязательно нужен в программе у пациентов с аллергией. И я вам хотела еще рассказать о новых продуктах, которые у нас появились, которые тоже очень хорошо работают при аллергических проблемах. Это продукты криотехнологии. Мы много говорили и о криопорошке свеклы, и об идеальной линии в ракурсе синдрома раздраженного кишечника, в ракурсе избыточного веса и так далее. Но мы должны с вами проговорить об этих продуктах в ракурсе аллергии. Почему? Потому что смотрите, что дает нам свекла? Ну, кроме того, что там масса полезных веществ, бетаина и прочего, это очищение печени. Ведь соком свеклы делают слепые зондирования. То есть свекла обладает желчегонным эффектом и функцией разгрузки печени. И вот в комплексной программе по аллергии свекла, она занимает свое достойное место. Плюс, вы же знаете, да, что основная масса иммунитета практически у нас зиждется где? Это костный мозг, это кишечник. Так вот, когда у нас, а у нас практически, знаете, из пяти, у четырех есть синдром раздраженного кишечника, который не работает как должно и не вырабатывает нужные иммунокомпетентные факторы, так вот свекла убирает вот этот синдром раздраженного кишечника и тем самым нормализует иммунологическую функцию нашего кишечника. То есть свеклу нужно вводить в программу у аллергиков обязательно, просто обязательно. Далее, семя льна. Семя льна обладает противоаллергическими действиями, это знают все натуропаты. Но у нас это крио-порошки, вы понимаете? То есть можно просто заваривать семя льна и вы получите какое-то количество действующих веществ. Но когда мы говорим, что в половине чайной ложки крио-порошка содержится активных действующих веществ, столько, сколько содержится, ну скажем так, от полутора до трех килограмм сырого сырья, вы столько никогда не сможете, как сказать, съесть и выпить, если вы будете есть чистый продукт. Вот криотехнологии, они дают нам возможность в малом объеме получить большое количество активных действующих веществ. И семя льна, оно как работает по желудочно-кишечному тракту? Это вяжущее, обволакивающее действие, в первую очередь, противовоспалительное, снятие воспалительных процессов, процессов гниения, брожения и так далее. То есть, опять же, мы работаем с желудочно-кишечным трактом, а, кстати, кожа – это проявление состояния внутреннего, то, что у вас внутри. Поэтому семя льна для аллергиков – это замечательный продукт, который можно и нужно применять, и будет замечательный эффект. Ну и идеальную линию я сюда тоже ввела. Почему? Ну потому что там волокна топинамбура, которые тоже дают, сорбционный эффект, и там тоже семя льна. Ну и плюс эффект снижения веса. И, кстати, еще идеальная линия выводит воду из организма, а отек – это вода. То есть, когда у нас есть вот такие проблемы, да, связанные с аллергией, это всегда отечность, да, и выделение излишнего количества жидкости. Кстати, это, по большому счету, это истечение лимфы, это межсконевая жидкость. Почему мы говорим о необходимости стопных пластырей, как лимфосорбции, да. Так вот, идеальная линия, она жидкость вводит из организма, то есть она тоже может способствовать улучшению состояния при аллергии. Это мы сейчас с вами проговорили о натуропатических препаратах. И обычно, когда мы говорим о стоимости коррекции состояния здоровья натуропатическими препаратами, первый вопрос, который сразу люди говорят, это даже не вопрос, а утверждение. А, это очень дорого. Давайте посмотрим. Стоимость обследования и лечения в профильных клиниках с помощью фармпрепаратов. Смотрим. Ну, я взяла просто вот так, опять зашла в интернет на обум. И посмотрела цены в разных клиниках. Первичная консультация врача-аллерголога, 3200. Сейчас даже дороже, сейчас до 5000 доходит. Повторная консультация врача-аллерголога, 200 тысяч. Аллерген-специфическая иммунотерапия на 6,12 месяцев. От 27 тысяч до 47 тысяч рублей. Это то, что более-менее эффективно, но и с другой стороны опасно. Знаете, почему? Потому что вводятся аллергены, видите, оральные аллергены, да, малыми дозами. Типа мы приучим твой организм, и он отучится реагировать на аллерген. Ну да, ну да, возможно, у кого-то. Но на самом деле причина-то осталась. Причину-то никто не убирал. Вот в чем дело. А цена этого действия очень высокая. И осложнения очень серьезные, но о них обычно никто не говорит. Давайте посмотрим. Другая клиника. Аллергология, аллергические заболевания, лечение, узнать цену. Я вошла, узнала. Консультация первичная врача высшей категории. Это еще демократичные цены, полторы тысячи, видите. По коррекции, консультация с назначением лечения. Две тысячи, и пошло-поехало. Опять же смотрим. Курс аллергенспецифической терапии, базовый препарат Амфасталь. Один вид аллергенов, 16 инъекций, 34 тысячи. И так далее. Я сейчас не говорю о лекарственных препаратах, о которых я говорила ранее. Там таблетки, капли. Мы сейчас до этого еще доберемся. Мы говорим о считающемся самым эффективным способом, да, это осиптерапия. Видите, цены, да? 34, 36 тысяч, там 47. Дешево? Поехали дальше. Поехали дальше. Курс лечения фармпрепаратами. Где-то на два месяца. Я посчитала самые дешевые, энтеросорбенты и так далее и тому подобное. Получилось где-то порядка 10-15 тысяч рублей. Осиптерапия, мы говорили, 25-30 тысяч, но до 47. И, соответственно, если мы говорим о наших курсах, да, то есть если вы возьмете себе на два месяца курс, в которые включаются препараты, о которых я говорила, это будет стоить 12-15 тысяч. Смотрим сюда. От 10 до 15 тысяч. Лекарственные препараты, которые абсолютно не уберут вам причину. Вы на них будете сидеть постоянно. Если вы проходите курс стоп-аллергии, вы его будете применять там, допустим, раз в полгода. Потому что он дает пролонгированный эффект за счет своей натуральности. Ну и здесь посмотрим, да, характерные признаки терапии. Фармпрепараты. Эффективность низкая, привыкание к препаратам возникает. Надо все более и более дорогостоящие и сильные применять. И масса побочных эффектов. Осиптерапия. Эффективность, ну, достаточно высокая. Осложнения местные, системные. То есть тяжелые, как я говорила, практически до смертельных осложнений. И наши препараты. Стоимость курса 12-15 тысяч рублей, так же, как и фармпрепаратов. Эффективность высокая. Осложнений нет, нет побочных эффектов. Плюс еще общее оздоровительное действие. У меня один единственный вопрос. На засыпку, друзья, что выбираем? Что выбираем для себя любимого? Чем будем пользоваться? Я думаю, что любой разумный, здравый человек скажет, естественно, я буду пользоваться натуральными, безопасными средствами, эффективность которых выше, чем эффективность применения лекарственных препаратов, и у которых нет побочной эффекта. Ну, вы скажете, ой, рассказывает Елена Алексеевна там, а кто результаты получил? Ну, давайте посмотрим. Ну, тут совсем маленький ребенок, да. Я давно работаю с этими препаратами, я уже говорила, почти 10 лет. Выраженные, вот видите, сколько им проводили как раз аллергологическое обследование. Ну, естественно, не мы. Смотрите, сколько на разные аллергены у него есть реакция. И это после применения курса нашего продукта. Видим, да, что осталось всего ничего, но тут сомнительная, да, сомнительная аллергическая реакция. Это вот маленький ребеночек, у которого были вот такие вот проблемы. Ну, давайте посмотрим. Вот эта пациентка попала ко мне после 6 месяцев в лечение у драматолога. Типичная крапивница, с которой доктор не мог справиться. Вот так это выглядело, вот так это выглядело на грудной клетке и на руках в том числе. Через 28 дней от начала приема нашего комплекса противоаллергического мы получили, пожалуйста, абсолютно нормальное. То есть человек ушел, и у него аллергия не проявляется, но она раз в полгода использует наши препараты. Вот, пожалуйста, это остро возникли случаи пищевой аллергии. То есть человек съел что-то не то, взрослый. У них был только энтеросорбент, и у них был только, по-моему, стопные пластыри. За один день, в принципе, за два дня они справились с этой проблемой. Да, вот снимки с разницей в два дня. Друзья, если у кого-то просто медленный интернет может притормаживать смена слайдов, и это не страшно, я записываю лекцию, вы это все увидите. Оксан, все будет в записи, кроме всего прочего. Вот смотрите, аллергия, снимите с разницей в два дня. То есть практически уже ничего нет. Ни одной таблетки, ни одного лекарственного препарата. Это тот же самый человек, на спине были высыпания. Тоже с разницей в два дня, все чисто, все хорошо. Экземы. Аллергического характера видим, да? То есть что было, начало, и через семь дней от начала приема комплекса. Результат, сами видите, как говорят, на лице. Пожалуйста, аллергический дед, драматит, существовавший долгие годы. Результат за три дня. Результат за семь дней. То есть практически не осталось высыпаний и незначительной экскориации, то есть расчесы, которые возникли в тот период, когда все это вот так цвело. Ну и я вам покажу розовый лишай жибера. Это больше аутоиммунный процесс. То есть не столько аллергический, как говорят, да, но аутоиммунный. Лечится только кортикостероидами в официальной медицине. То же самое. Начало приема комплекса. То есть мы в первую очередь даем комплекс очищения, да? До и через неделю. Разницу видим, да, в количестве высыпаний. До и через три недели. Здесь солярий, да, вот это покраснение. Человек в солярий сходил. И то же самое было на шее, смотрите, полностью. С двух сторон шея вот так была обсыпана элементами. И через три недели, пожалуйста, то, что мы получили. Вот. Друзья, что еще хочу сказать. Какой тактики я придерживаюсь у пациентов с аллергией? Поскольку у нас антипаразитарные препараты содержат в себе фитокомпоненты, я обычно людям, особенно с выраженной аллергией, с обострением аллергического процесса, назначаю сначала энтеросорбент, то есть это альгинат кальция, и пластыри на стопы. Сейчас, одну секундочку. Хотя бы на две недели. Для чего? Для того, чтобы уменьшить проявление эндогенной интоксикации, то есть почистить немного. И только потом я назначаю противогельминтные препараты, такие как антигельминтный сбор, берковый антипаразит и экстра. Почему? Чтобы нам нивелировать вот эти вот процессы, да, возможной какой-то реакции на один из компонентов препаратов антипаразитарных. Поэтому сначала, плюс можно еще что? Вечером свеколку на ночь. Кстати, можно заменить этим ужином. И, естественно, можно еще семя льна или идеальную линию где-то за 30 минут до еды, до каждого приема пищи. То есть первые две недели поработать именно таким образом. То есть успокоить в первую очередь желудочно-кишечный тракт, да, плюс почистить лимфу. То есть поработать с печенью. Депапанкреавит потом вводим. И кардицепс вместе с антипаразитарными препаратами. То есть, пожалуйста, запомните раз и навсегда. Первое. Это в первую очередь очищение, детоксикация. Плюс потом противоклистные препараты. А в первую очередь мы немножечко успокаиваем желудочно-кишечный тракт и чистим лимфу. Это закон. И, кстати, я хочу сказать, для любителей попить антипаразитарные препараты без энтеросорбентов, без лимфодренажа. Друзья, вы делаете неправильно. То есть обязательно прием противопаразитарных препаратов должен сопровождаться детоксикацией. Почему? Потому что паразиты гибнут и выделяют огромное количество токсинов. И вы можете спровоцировать у себя обострение каких-то процессов. А вот когда мы идем параллельно с энтеросорбентами, а аллергикам это в начале обязательно, тогда у нас процесс идет очень замечательно, гладко и хорошо. Друзья, комплексы зарекомендовали себя за много-много лет моей практической работы с пациентами. И не только с аллергией и бронхиальной астмой. Пожалуйста, если возникают какие-то вопросы, обратитесь к тем людям, которые вам дали ссылку на запись этой лекции. Обратитесь к тем людям, которые вас сегодня пригласили на нашу встречу, кто присутствует сегодня онлайн. Пишите ваши вопросы, можете писать в комментариях под видео. Мы обязательно просматриваем все ваши вопросы и отвечаем. Может быть, прям не буквально, сразу, мгновенно, но все равно отвечаем обязательно. То есть мы смотрим все уведомления и отвечаем на все ваши вопросы. Потому что и я, и мои коллеги, доктора, которые работают с нашими замечательными препаратами, мы все заинтересованы в первую очередь в том, чтобы вы получили ваш результат, поделились вашим результатом со мной, с моими коллегами, чтобы мы видели, как движется ваш процесс. Мы можем корректировать ваше состояние в процессе приема препаратов. И, естественно, друзья мои, вы получите свой результат обязательно, в случае, если вы будете делать правильные действия и будете относиться к состоянию своего здоровья трепетно, с уважением к своему организму. И самое главное, запасетесь терпением и временем, и будете выполнять назначения и наши рекомендации. И результат у вас будет обязательно. Так что, друзья, я вам желаю всего доброго, я вам желаю здоровья. И самое главное, услышьте меня и займитесь собой правильно. Вот тогда у вас будет результат и будет эффект. Обращайтесь к тем, кто вас пригласил на наш ресурс. Они вам помогут выйти на нас, на меня, на моих коллег, докторов, и мы вам обязательно поможем и дадим грамотные профессиональные рекомендации. До встречи, друзья, на нашем канале на YouTube, до встречи на наших лекциях, которые у нас проходят еженедельно. И на этих лекциях мы отвечаем на любые ваши вопросы, касающиеся состояния вашего здоровья. Продолжение следует...